Детский сад Главу региона интересовали не только окна, стены и полы в учреждениях, но и благоустройство прилегающих территорий. По мнению губернатора, должно быть не просто красиво, но и полезно. Школа сейчас – это место, куда дети приходят на 5-6 часов за знаниями. Но есть еще внеклассные мероприятия, кружки. Все это призвано не только учить, но и воспитывать. Поэтому важна интеграция во все сферы жизни. Такого никогда в Киндяковске не было, мы практически все закрываем, все потребности. У нас здесь бассейн есть, несколько спортивных залах. Да, кино-концертный зал, слава богу, он восстановил молодец. Очень хорошая. Вот эта инфраструктура, реально Киндяковск заживет. А плюс еще и проспект Гай, отремонтированный, асфальтные покрытия. Улица Хрустальная, сейчас достроим. Мы там, тротуар, вот я сейчас заехал там, вчера мы с ним были в медицинском центре. Он опять, так сказать, меня за горло взял. Значит, и нам сейчас, мы приняли решение, на следующий год выделим 20, на 20-й год еще 20, то есть 40 миллионов рублей на создание самого крупного центра, практически по Волжье, связанного, так сказать, с офтальмологией. Не только школа, но и соседние дворы, не только они, и район в целом. Заросли сразу же с забором школы, непрезентабельные здания, хозназначения, принадлежащие школе, но не нужные ей. Ремонт, по словам губернатора, не самоцель. Красиво и удобно должно быть везде. Ребенок, зашедший в школу, не должен чувствовать, что попал в какой-то другой мир. Ремонт идет в двух направлениях. Это ремонт внутри здания школы и благоустройство школьной территории. На сегодняшний момент практически работы выполнены процентов на 60, на 65. Сделано полностью, заштукатурены все коридоры рекреации, заменены полы, на втором, третьем этаже уложена плитка, на третьем этаже идет полностью демонтирован пол и идет его обустройство. На эти работы из областного бюджета направлено 19 миллионов рублей. Здесь же, уже в отремонтированной части школы, Сергей Морозов провел профильное совещание. Поговорили о ремонте школ и садов по областной программе развития и модернизации образования Ульяновской области. Мы хотим создать совершенно другую инфраструктуру, атмосферу в наших образовательных организациях. Будь то дошкольное образование, будь то среднее образование. Мы только что сейчас проехали с руководством министерства, с руководством администрации города Ульяновска по целому ряду учреждений. Надо честно сказать, потому что работы развернуты просто грандиозно. Детские сады прирастают помещениями, которых никогда не было, но всегда в которых была нужда. Школа Героев Сфири обновляется настолько глубоко, что уже по праву жителями микрорайон называется новый. Благоустройство – понятие многоуровневое, и регион давно уже не в аутсайдерах. Сделать лидером регион, страну и стать лидером самому – вот задача, которую должно воспитывать обновленное образование. Павел Половов, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.